туда ночью, и там было ничего не видно. И, опять же, это была не обновленная версия, следовательно, там не было ничего интересного. Там были просто комнаты. Может быть, здесь что-то есть? Может быть, здесь можно какую-то мебель продать или что-то еще? Нет? Картины какие-то из будущего. Дирижабли. Красивые картинки. Слушай, разрешение огромное у них. Прям классные картинки. Прям давай оставим вот так вот на превьюшке. Вот так оставим на превьюшке. Возможно, зайдет. А возможно, даже вот так. Что без рамок. Что без всякого вот этого вот вашего любимого. Хотя, может быть, и вот это. Ай, да пофигу. Лифт какой-то. Стой, можно нажать на лифт? Нет, нельзя нажать на лифт. Что здесь еще есть? Здесь больше, в принципе, нет ничего. Здесь ничего интересного. Нет. Здесь есть только, как это называется, просто какие-то помещения, которые сделаны для сотрудников банка, которых здесь нет. Здесь один сотрудник единственный работает, мучается. Что там такое? Стул упал. Почему бы его никто не поднял? Непонятно. Так, что это за комната? Половина комнаты закрыта, и туда нельзя попасть. Но в этом нет ничего страшного. Я думаю, когда-нибудь, может быть, разработчик разродится и все-таки сделает что-то с этими комнатами. Кекса нет. Ну, кекс, блин, ты видел, сколько кекса стоит? Конечно, нет кекса. Что ты хочешь, чтобы я кекс купил? Он 180, по-моему, стоит. Смотри-ка, даже в плюсе остались. И собрались. Теперь у нас 148 долларов, и, в принципе, это, блин, неплохо. Ну, кексы мы вот сюда поставим. Масла у нас уже мало осталось. Масла мало осталось очень. И... 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 И да поставь ты уже ее. Что здесь пишут-то хоть? Ничего не пишут. Я так понимаю, это состав или что-то еще. И... А, ну да, ингредиенты вон написано наверху. Тележка. Тележка. С этой тележкой я предлагаю наверное в ту сторону может быть и без тележки, но... В обратную сторону с тележкой. Мы пойдем сейчас пешком. Мы пойдем сейчас пешком. Так, что это у нас такое? Горох кончился, оливки кончаются, и... Жалобы были на... Соус, кешью. Давай писать соус, кешью, да? Кешью бобы. Подожди, выполнено. Так, на что там еще? Соус, кешью, бобы, кекс. Ну, по моим предположениям, это печенье клубничное. Вот это дорого, слушай. Это достаточно дорого. Ты еще ничего не купи, давай. Что во всем нужно, такие вы эти неженки, блин, избирательные. Все ходят, 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 что-то ко мне ходят, в магазин не покупают, ничего. Что это за люди вообще такие, да? Вот. Мы сейчас дожидаемся, пока у нас накопятся определенные суммы. Около 300 долларов, я думаю, хватит. Тебе вот, я думаю, может соковыжималку все-таки купить? Хотя, я думаю, выкупить, выплатить суду, купить эспрессо машину, купить соковыжималку, или купить подставку для сэндвичей. Блин, лучше, может, торговый автомат тогда купить потом, и все. Может быть, он денег будет больше приносить? То есть, мне сказали вообще покупать вот эту вот мелочевку все, чтобы магазин был изначально как бы заполнен, и как бы магазин приносил прибыль, приносил прибыль, и не только прибыль, а еще, а еще. Он оборот этот делал. То есть, прибыль-то она может быть большая-маленькая, но главное, чтобы она была. Главное, чтобы она постоянная-постоянная прибыль была. 241 доллар у нас есть, и мы можем уже скоро купить соковыжималку. Думаю, 11 часов, думаю, может быть, купить соковыжималку-то. 11 часов. 250 долларов. Итак, ребятки, настал час победы. Покупаем соковыжималку. И где она у нас теперь будет стоять? А, вон она стоит, смотри-ка. То есть, у меня теперь есть соковыжималка. И эта соковыжималка будет приносить мне какую-либо прибыль. Да? Нет? Хоть это не сок, а кисель там, а не сок. Я понял. Здесь, значит, будет расставлено все, что у моего магазина имеется. Понял. И когда начнет приносить прибыль моя соковыжималка бургеров? Нет, а то есть вафли, есть... Да что ж ты вы за люди такие? Зачем вы сюда заходите-то? Я же в... Я вот отключал уведомления, я не сто процентов говорю. Варенье продал. Наконец-то оно кому-то пригодилось. А то все на него жаловались, а потом в один миг просто перестали его просить и покупать. Ладно. Храни свои секреты. Стой так. Девять долларов мы собрали. У нас денег нет вообще практически. 25 долларов у нас даже нет на поесть. Мы можем... Мы можем. Что мы можем сделать? Пока еще нет вариантов как бы чем можно заниматься и что здесь можно покупать. Но такие маленькие деньги можно купить только гороха. Вот на такие можно точно уже купить гороха. У меня есть огурцы. Может быть их никто не видит. Они там стоят. Поэтому их никто не покупает. Может дверь открыть, чтобы побольше посетителей было. просто как бы блин, товар-то есть, но очень мало его очень мне кажется я отодвигаю отсюда лестницу постоянно. Она все время здесь спалнется. И кстати хочу заметить по-моему изменились полы. Возможно. Так здесь ничего нет. Здесь мусор. No parking in front of bin. Здесь что-то написано на русском я так понимаю. просто эта надпись она немножечко похерилась и стала вот такой. Подожди, можно вот так вот закрывать, интересно? Понял. принял. Ничего не изменяется. 42 доллара мы собрали. вроде бы, знаешь, вот вроде посмотреть на магазин, да? Вроде и тут стол заполнен, вроде и тут приказки тоже много всего газеты, тут стоят огурцы. У меня денег нет. Чё ж я плачу, у меня денег нет. 150 долларов за электричество столько денег. Где же взять-то? Мне, кстати, написали, да, там, что кровать не продавать, с помощью неё сможешь, как-то сказать, ночь пропускать. да, я знаю, я, по-моему, даже ответил на этот комментарий. Да, я знаю, что я могу ночь пропускать. Я просто купил это всё дело, а потом оказалось, что у меня это всё есть в инвентаре. и как-то я подумал, что бы её не продать. Всё равно здесь её поставить нельзя, а зачем она мне ещё нужна? По-моему, мы сейчас будем бороться за жизнь, потому что 43 голода, 43 голода и электричество в долгах. Так, у нас как раз хватает на оплату электричества. А зачем нужно электричество, если у нас, как это сказать, работает всё и так? Просто, наверное, если бы не работало, это было бы... Чего? Сколько у тебя? Почему нельзя взять ссуду? Почему нельзя взять ссуду? Я хочу взять ссуду. Вернуть нужно ещё целых 700 долларов. А 700 долларов это много, хочу заметить. 700 долларов это много, нужно ещё вернуть. Хотя, чё, говорю, так мало прибыли. Мало прибыли у меня из-за того, что ссуды эта сраная. Она у меня есть и из-за неё я трачу 50 долларов в день просто элементарно. Но! Ой, ой-ой-ой-ой, застрял. Без ссуды я бы не купил столько продуктов и не починил бы, не заправил бы машину, масло бы не поменял в ней, не купил бы телефон. Я купил телефон, я купил... что я купил ещё здесь? Я купил стойку с газетами, я купил холодильник. Ну, холодильник я купил честным трудом, заработал целый час, наверное, сидел, я играл, чтобы купить этот драный холодильник. Он стоит 750 долларов, 750 долларов. Я говорю, я здесь трое суток сидел, работал. Сколько вот за сегодня заработал? 392 доллара. Это очень мало. Люди жалуются много на что. Нет шампуня, нет бургера, нет пшеничного печенья. Но что я могу с этим поделать, если у меня реально денег нет? Понимаешь или нет? И пока они все... Так, может быть, суду погасить досрочно? Или может быть... Может быть, что-то ещё сделать? Просто если с меня будут каждый день по 50 драть-то это, блин, но это много. Это много, я считаю. По полтиннику с учётом моей маленькой прибыли. Ты-то будешь приносить прибыль? Нет? Дурак. Стоишь здесь уже хрен знает сколько лет и ни хрена прибыль не приносишь. Или приносит? Не, слушай, ничего не приносит. Стоит просто и всё. Сок. Ну, ничего здесь не написано про сок. Хотелось бы кофемашину, конечно, поставить себе, чтобы, ну, было. Нет мытья рук. Можно сбегать пешочком. Можно сбегать пешочком, я это предлагаю сейчас провернуть, но после ещё одного покупателя. Погнали. Пешком. Давай, не будем заморачиваться и возьмём тележку у нас. Потому что, ну, блин, хрен его знает, правильно? Всякое бывает. Может, от него нельзя вывести за предел там, допустим, его территории. вот здесь, по-моему, можно сократить. По времени не знаю. А, она же не поднимается вверх. Всё, понял. Здесь можно было перепрыгнуть и полезть. Я пробовал уже так. А, не, хрен. Тут особо не сократишь. Тут просто, я думаю, можно было бы вот здесь вот выбежать. А, здесь не выбежишь. Подожди, сколько заправки? Блин, опять без машины нельзя. Нужна машина, блин. Ну, естественно, чё ж я буду заправлять? Просто стоимость бы хоть написали, я не знаю, как-то. Хотя бы приценился. Например, вот я не могу сюда привезти машину. Для этого нужен телефон. Конечно же, есть телефон, да. Тогда, вообще не знаю, тогда, тогда, как это сказать, довольствуемся, так сказать, тем, что есть. Автосохранение прошло, время 5 часов, осталось 5 часов до закрытия и мы почти добежали до этого оптового рынка. Нет чая, чая нет, это плохо. Нету соуса, кешью, бобов, кекса и печенью. Этот звук, он уморительный, он очень уморительный. Я слушаю его, у меня прям аж до тошноты. Вилсоми написано в магазине и давай, что мы купим? Что мы купим? Я бы купил ватермелонов. Мясо, кстати, у меня до сих пор так и никто и не купил. или купил? Купил, я же посчитал уже, все. Шампунь, что тут нужно? Бобы, кекс, печенье, бобы. Кекс опять, но кекс это вот здесь. А печенье сколько стоит? А необычное или какое? Клубничное. А на клубничное денег нет, значит, мы будем покупать вот это. купим кекс и купим, 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 купим соус. Да, соус 3 долларов не хватает. Блин, слушай, это вообще обидно. Давай купим тогда что-то подешевле. Шампунь людям нужен был, Матерок, матерок, матерок меня. А у меня есть матерок? Мясо за 62 продано. Прибыль? Попрет сейчас. Кеши. Кеши я... Или я купил, подожди. Нет, не купил, я купил бобы. Бобы купил, а Кеши не купил. Слушай, разные коробки что ли? А, нет, это просто... Дебил, блядь. Это просто... Просто. Просто и со вкусом. А можно поставить это чудо техники вот сюда вот? И взаимодействовать. Поехали. Я говорю, здесь физикой все очень здорово, поэтому можно вот так вот делать. Можно, наверное, вот огромную-огромную башню натолкать и катать здесь эту тележку. Как бы мы много-то не теряем, и все равно это время все стоим, сидим или что-то, ну, что-то еще делаем. то есть просто ожидаем прибыли из магазина. А здесь, смотри, с пользой экономия, опять же, идет бензина, амортизация машины экономится и экономится масло в автомобиле, то есть это экономия огромная. Не знаю насчет голода, голод быстрее прибавляется во время бега или нет, но я думаю, что нет, потому что что-то как-то он, наверное, быстрее бы прибавлялся, если бы он реально прибавлялся бы из-за того, что я бегал. Вот. И получается, что я купил три коробки, даже на машине это было бы выгодно. Наверное, было бы выгодно. И мы сейчас сэкономили червончик где-то. Червонец точно мы сэкономили. И сэкономили время. Ну, так сказать, не сэкономили, а разбавили скучные трудовые будни. Вот. Не нравится, как он может прыгать просто с этой тележкой. Нет бургеров. Бургеров и не будет. Кешью, кешью вот сюда. Подожди, нет, вот сюда, вот кешью поставим. Категория продукты за... А, ну они за 70, по-моему, или за 80, что ли, покупаются. Поэтому тут есть несколько категорий продуктов, наверное, до 100. Да что такое-то? И после 100. Или там, после 200, 300. Поэтому побои вот сюда. Поэтому они не сильно отличаются по прибыли и по прибыльности эти товары. И поэтому, наверное, здесь нет как какого-то смысла покупать сразу дорогущие. можно на мелочи на сей вывестись, а потом уже начать просто разбавлять свой товар. Делать какой-то свой магазин, точнее, и организовать какое-то разнообразие. вот. Почему называется холодильник-1? У меня же вроде один всего холодильник. Почему он первым называется? Никто не знает? Нет, холодильник-1. Варенье sold. 257, смотри-ка, это... А, стой, стой. Один боб. остался. Не успею. Подожди, давай посмотрим, приносит ли нам прибыль эта сраная... Это, как это называют? Ну, как она называется? Сок этот. Нет, я не вижу, чтобы был здесь сок. Уже скоро мы сможем купить кофе-машину. Понимаешь, кофе-машину мы сможем купить, но прежде чем купить кофе-машину нужно товар накупить еще. А это у нас что? А, это была ткань, последняя, кстати. Ткань нужно будет покупать сейчас и подгузники какие-нибудь или что-нибудь еще, потому что у нас бытовая химия вообще закончилась. покупай мясо. Покупай мясо, дружище, покупай мясо, у меня есть много мяса. Или нету много мяса, подожди, сколько мне мяса осталось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У меня три штуки все купили, семь штук, это по 60, это почти полтысячи. Покупайте мясо. Нет риса, блин, я виноват, что нет риса. Что я могу с этим сделать? Короче, мы сейчас будем, знаешь, что делать? Мы будем на машине ездить домой и из дома, а за покупками мы будем гонять только если прям вот, прям по максимуму. То есть, если там коробок, ну, как мы и решили, шесть, семь коробок, тогда будет машина использоваться. Потому что пока что для того, чтобы съездить за... И что, ты будешь здесь стоять? А! То есть, чтобы просто, как это сказать, съездить за тремя коробками как-то не очень это выгодно. Не выгодно это получается. Едем, подожди, сколько у меня тут до ремонта осталось? Одиннадцать. Ну, одиннадцать, я думаю, мне хватит одиннадцать еще дня на два, а то и на три. Накопим сейчас рублей шестьсот. Давай накопим рублей шестьсот и поедем тогда за покупками. За покупками поедем и тогда мы... Тогда мы что будем делать? Тогда даже не знаю, что будем делать. Накупим товаров. Пусть продаются. По-моему, это идеальное торможение и идеальнее уже ничего не будет в этой игре. Так, умылись, помылись, в туалет сходили, ложимся спать и едем в магазин. Снова. Снова едем в магазин. Ну, одной цели мы достигли. Мы купили соковыжималку. Соковыжималка пока еще ничего не принесла. Но пока еще может быть рано, я не знаю, может быть еще что-то. Посмотрим, сейчас увидим, что будет. есть желание купить мопед, знаешь, может быть, на мопед наверняка тоже можно много чего наложить. Просто это мало кто знает, может быть, может на мопед тоже можно наложить. Может, надо с коробкой сгонять и положить, попробовать чинить на мопед, чтобы узнать, чтобы можно что-то класть на него или нет. Потому что если на мопед можно класть, то за хрена мне машина вообще нужна. Опять же, человеческая несамостоятельность. Вот стоит кассир, да, вот его задача прийти на работу к семи. Он пришел на работу к семи и хрен дальше что сделает. Казалось бы, что сложного? Так ничего сложного нет. Но нет, нет средств для чистки туалетов. Сейчас мы накопим 500 рублей. Это получается 600 минус 100, вот те, которые с меня списывают. Шестьсот до десяти, я думаю, мы это сделаем. Хотя, что-то как-то я в этом сомневаюсь. И тогда пойдем сразу скинем сотню на карту, на эту, на банковский счет, чтобы эти ребятки с меня сразу снимали соточку. Соточку на банковский счет, окей. Все, пойдем. 261, мне нужно 240 накопить. Такие ребята стильные, красивые, прям не могу. Нет риса, говорит мне кастомер, но если нет риса, что же я могу с этим сделать? Купим. Это они так много жаловаться стали. Средства для чистки туалета. Мне уже переходится переворачивать листок, потому что я весь списал. Так. Чипсы? Чипсы? В смысле нет чипсов? Каких чипсов нет? Вот этих вот нет чипсов. Обычных чипсов нет. Чипсы, йогурты, елки-палки, что же вы хотите все? Уже очень много жалоб получилось. И я так понимаю, еще нужны огурцы. Не, ну это ладно. Пробей, пожалуйста, что-нибудь нет. У меня же денег нет, чтобы все это тебе купить. Чай. До 10 часов, я так понимаю, мы пить хаточку не накопим. Ну, если ты не купишь три мяса подряд. но ты купил колу. Колу тебе важнее, конечно, чем прибыль моего магазина. Еще бы. Еще бы ты купил мясо. Купите мясо кто-нибудь, оно испортится, здесь стоит уже сто лет. Ему, блин, бабушка моя его еще покупала. шоколадное молоко С. Зачем вот эта вот шляпа стоит, я не понимаю. Оранж, лимон и лайм и тропикал. Вот на кой он здесь стоит, этот сок? Сок и выжималка, блин, он никакой прибыли не приносит. Может, ее включить надо, как-нибудь или что? Нет, соусы нет. Я же покупал соус. Опять что здесь купили? Знаешь, когда это было? Соус, когда я покупал? В тот заход, подожди. Я бы не купил, наверное, денег не хватило, да? Блин, точно, наверное, да. Молока уже маловато осталось, обычного шоколада мало осталось, тут вафли мало, а, вафли нормально, стиральный порошок, солд. Блин, мне же еще и пожрать нужно что-то. Но мы на машине поедем сейчас, мы на машине поедем, потому что сейчас, я так понимаю, нам нужно сделать огромную закупку. Ух ты ж, нифига себе, там прыжки, прыгуны прыгают. Мы сделаем закупку большую, то есть даже если в среднем по 70 долларов потратить на на что-то, то это получится 500, 75, 35. 350 долларов. 6. 6 и 7, 42, 4 с 20. Понял. Ну, как бы, tit for tat. Как бы, если так подумать, то 500 долларов, 500 долларов мне хватит. вот новостные газеты, вот эти продаются, продаются, а сок не продается. Я не понимаю, что с ним не так. звук какой-то странный был сейчас у меня. Шоколадное молоко лэ. на эль у меня денег нет, подожди, извини, пожалуйста, дружище, но, к сожалению, здесь кнопки, кстати, друг на друга наехали, и как он нажимает на вот эту вот палочку-стрелочку, непонятно. Кешью. Сотню долларов нам осталось накопить, морепродукты кончаются, стиральный порошок кончается, спрей кончается, вся химия закончилась, мясо продано, вот это вот радостная новость, смотри, мясо продали, сейчас поедем за средством для туалета, рисом, чипсами, соусами, йогуртами и чаем. Еще бы кто мясо купил, было бы вообще отлично. И шоколадное молоко, но шоколадное молоко я не хочу покупать. Потому что оно дорогое, это большая, это large упаковка, и она стоит, небось, как чугунный мост, и это, следовательно, смысл не особо понесет. Не то чтобы смысл, смысл-то понесет. Мне остальное все купить нужно для начала, потом уже на большое молоко деньги тратить. Уходи давай, не хочешь покупать ничего, иди. Жопа, блин. Стоит, стоит, выжидает чего-то. 11 часов, у нас почти 500 долларов. 500 долларов, мне хватит на кофе в машину. Но я больше не совершу такой ошибки, глупый. И не стану. Пока еще нет у меня столько лишних денег, чтобы покупать вот эти вот кофемашины, эспрессо-машины, и все такие вот машины. Торговый автомат я бы забубленил бы сюда вот, но пока еще не знаю, насколько он будет хорошо работать. То есть, он стоит 750 всего-навсего, да, как бы я сейчас могу уже накопить на него, но... андулю ему надо, блин, андуля, 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 андулю мы сейчас купим, подожди, андуля. Продал бобов, 519, давай 550 накопим, уж чтобы наверняка, чтобы наверняка, нам нужно 550. Будет 550, будет счастье. Возможно, а возможно и не будет счастья, возможно будет несчастье, блин, слушай, очень долго все происходит, могли бы же пешочком добежать. Перечислялись бы все деньги с кассы сразу на карту. О, покупатель в очереди стоит. Это вот этот дурачок, он мимо прошел. А, нет, он не мимо прошел, скорее всего, встал. Прыгает. За 13 долларов он купил у меня сок. Неплохо, подожди. За 13 долларов если сок покупается, то это очень неплохо, очень неплохо. Соковыжималка 13 долларов. Ладно, тогда, тогда, ладно, тогда еще все хорошо. Ну, тогда мы можем спокойной, спокойной совестью подождать немножко, купить, поесть вот этого мужика и будет у нас 500 долларов. в целом, у нас сейчас окупилось 571. Все, поехали за продуктами. Нет, бананы. Бананы еще давай запишем. бизнес это такая штука, в которой нужно вертеться, вертеться, и пока еду, я записываю, что мне нужно купить. прибыль считаю, прибыль умножаю. Тихо, поворачивай, ты что не поворачиваешь что-то в дерево не вписался. Чуть не испугался, елки-палки, ну что такое? Она управляется тоже через раз по-нормальному, она, блин, поворачивать как-то странно. Так, товарищ мой товарищ, давай смотреть, что у тебя здесь. Мне нужен рис, средства для туалета в самом начале. Кажется, на этом деньги мои кончатся сейчас. Ну, что такое? Средства для чистки туалетов, рис, вот тут вот, вот он он, рис. Блин, дорогой, все какое? У тебя тут инфляция, что ли, какая-то, или что? Почему у тебя сюда так дорого? Мне кажется, было дешевле. Рис, чипсы, 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 вот они. Чипсы дешевые, чипсов можно купить еще пачку на всякий пожарный. Что такое-то? Что здесь еще нужно было? Йогурт, йогурт вот здесь вот где-то был, сто восемьдесят, ну давай, сто восемьдесят, йогурт купим. Люди же жалуются, что мне его не означают, они не хотят его купить. Чай. Время два часа уже, ничего себе, как быстро-то летит все. Чай, соус, андули и банан. Соус, андулю, сейчас и банан купим, и поедем. Ну смотри, уже часть коробок есть, андуля мне нужна. И бананы. Да что ты. Ну можно тогда, а, чипсы я везу, чипсы везу, огурцов купить, чтобы были. Морепродукты у меня кончаются, кстати, я хочу заметить, где они тут есть. Купить морепродуктов. Да что ты. Залезай давай. И еще пачку чипсов. Чтобы были. Да, залезь ты. Мне кажется, это отлично выглядит. Поедем, значит, домой. Не домой, а в магазин. Соберем прибыль, посмотрим, сколько там получилось. Разложим на полки товары, которые мы купили. Кстати, мы купили достаточно много. Прошу заметить, мы достаточно много купили. Мы 7 или 8 коробок купили. Огурцов, бананов купили. Мы купили андулю, мы купили, которую уже 100 лет никто не покупал. Точнее, мы не покупали 100 лет уже. Который все просит и просит и просит, а я ее все не покупаю, не покупаю, не покупаю. Купили рис, который тоже достаточно давно просят. Мне кажется, сейчас ко мне придут и все скупят. Сюда встанем, чтобы не мешать людям покупать. давай разложим товар вот сюда пока что. Я эквилибрист. Просто эквилибрист. Давите меня, я просто эквилибрист. Я прыгаю, раскладываю товары. Сколько получается? 8 коробок мы купили. Смотри. И зачем мне нужен какой-то пикап? Блин, пикап, он, наверное, просто ездит гораздо лучше и, может быть, потребляет гораздо меньше, но ты смотри, какая вместительная машина. Средства очистки туалетов это вон туда. Соус это вот сюда. Нет, соус это вот сюда. Нет, это овощи с фруктами. Соус это вот сюда. Рис это вот сюда. Нет, чипсы здесь стоят. Рис будет стоять вот здесь. Бананы вот сюда. Огурцы вот сюда. Что это такое? Это йогурты, йогурты. Давай вот сюда вот поставим. Чай вот сюда. Рис сюда. морепродукты это в холодильник чипсы вот сюда чипсы вот сюда брали бы из коробок было вообще отлично пшеничного печенья нет тут и слишком много хочешь я хочу заметить пшеничное печенье овсяное тебе печенье еще какой типич так уже подстраиваешься под вас как непонятно подошло так чай мы сложим сюда сложим под стол чтобы он здесь стоял и допустим стоит кому здесь мешает правильно правда место для коробок было но это тоже коробки коробки с чаем коробки чем тоже коробки правильно вот андулю мы разложим в холодос андулит колбаса вареная я так понимаю да или что это такое наверное интересно сколько просто интересно сколько сейчас прибыли принес мне этот магазин за сегодня мои предположения так уж много потому что мне кажется как-то мало пиликает там хотя за вот время пока я здесь стою уже напиликовать достаточно много значит проверим с проверим сколько у нас прибыли за день ну что такое ой да вот так наставим йогурты йогурты можно поставить вот сюда хотя в принципе им нужен холодильник но они будут стоять все но здесь странно 100 йогуртами нужно не нужны холодильники принципе это можно было бы в холодильник поставить наверное слишком большие потребования уже к игроку я так понимаю за это может быть убрали йогурт с холодильников то что молоко вот в таких пачках который который у меня кончилось хочу заметить тоже не требует как мне известно каких-то особых этих условий хранения то бишь можно было бы тоже без холодильника хранить странно вот это вот момент момент так наставим сейчас бы надо вот сюда вот наложим вот сюда вот тоже поставим пусть чипсы будут хотя бы в одном экземпляре хотя бы в двух хотя бы в трех хотя бы в четырех экземплярах отбеливать или нет ну что ж такое-то и соус давай поставим сюда вот ну чтобы люди если будут заходить покупали сразу потому что ну магазин ты должен быть наполненным кекс купили неужели все хватит 10 штук ровно раскладываем бананы два раза я два раза не повторяю только не знаю теперь куда девать огурцы которые которые теперь мне в огромных количествах есть на чипсов огромных количествах есть вот это да хотя чипс почему бы и не оставить здесь в принципе много места жопами начал ставить не ладно нет не ладно должны стоять вот так chips будет будем красиво расставлять чтобы чтобы люди радовались чтобы люди приходили к нам еще чтобы они приходили к нам смотрели на наш магазин и говорили ой как хорошо дима построил магазин ты елки-палки как все дешево как у нее все здорово и стоит все ровно так они будут говорить да а то есть блин неровно сейчас поставишь чем-то все и покупатель придет скажет не ровно стоит давай не буду покупать ничего и все и прибыль пойдет на спад что такое авто сейф сколько сока выжималки сегодня купили интересно сока нет тунца ты чувствуешь ему шалил какой тунец блин я только с ассортимент пополнился ты мне тунца хочу он химии никакой нет сегодня 712 total sale смотри соковыжималка где у нас здесь соковыжималка один раз было соковыжималка и два раза была соковыжималка то есть 26 долларов принесла мне соковыжималка насколько она стоила 250 ну блин неплохо она же ничего не берет на себя правильно 332 доллара я собрал пойдем скинем эти 332 долл не 332 а сотку скинем в банк чтобы завтра оплатить суду и сотруднику нашему зарплату 10 долларов коллекта но у меня много так то если посмотреть всего то есть меня нет тут правда яиц уже особо сейчас шоколад кончится кончится варенье кончится кола кончится кешью кончится бабы чипсов зато не кончится чипсы вон в каких количествах стоят ой продается все продается все очень здорово все очень здорово я уже устал правда честно слова я устал уже давай закрываю магазин и поедем домой поедем домой сходим в туалет поспим сходим в ванную и приедем сюда будем копить на кофемашину кофемашины тоже очень здорово я думаю что мы купим кофемашину потому что чего бы и нет она стоит всю пятихатку а для нас это сейчас вообще расплюнуть у меня вон 260 уже есть и думается мне что хватит нам денег чтобы сгонять закупиться купить еще сверху кофемашину хотелось бы конечно купить еще и мопед в этой серии но я думаю уже нет уже нет уже не хватит ни о времени для того чтобы купить мопед побежали 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 в магазин открывать его сколько у нас процентов автомобиля 6 процентов скоро его придется чинить то есть я так понимаю нам будет сейчас нету кофемашины и наверно с этим затягивать нельзя потому что там эвакуатов стоит их баснословных денег и починить тоже прям вообще при тирочку прошел починить тоже каких 800 долларов по моему стоит это очень дорого очень дорого очень 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 дорого давай товарищ продавец продавай спрея мало отбеливателя вообще нет купи мясо пожалуйста купите мясо почему вы не покупаете все пять штук купили у меня же есть еще целых пять почему-то очень медленно уходит мясо с прилавков то ли у них денег нет то ли еще что то в девять часов по моему происходит оплата происходит оплата сотрудника и света ой света и моего кредита странно сделано что нет возможности взять кредит больше возможно после полной выплаты сотового мне дадут больше и хотя хрен мне кто даст наверное больше правильно кто же не даст больше то он сейчас посмотрим сейчас посмотрим сколько нам дадут когда мы выплатим кредит полностью и будем уже ориентироваться на эту цифру макарошки ушли с молотка жалуется пока не жалуются поедем съездим посмотрим сколько будет стоить ремонт автомобиль там уже пять процентов это уже не дело сейчас у нас сломается автомобиль мы не сможем его отвезти даже элементарно до сервиса и у нас просто будет огромным огромным-огромным автомобилем который просто стоит и требует ремонта дорогостоящего хочу заметить потому что 800 долларов есть не у каждого привет починить сколько стоит но мне к тебе нужно заехать или что он 350 а мне четыре процента осталось пусть она у него стоит короче я просто сейчас ее нету не довезу обратно в общем поломка машины нам доставил неприятности и обломалась и наши планы кофе машины значит мы покупаем кофе машину с мопедом в следующей серии потому что опять наверное будет все таки будет более дешевого дешевым в обслуживании более экономным то что машина мне в принципе нужно только для перемещения от дома до до этого до магазина как бы ни для чего более нам не нужно да я перевожу на ней огромное количество товаров но я думаю что можно будет на мопеде перевозить их кто мне запрещает на мопеде перевозить товар а звук дождя где я как будто бы в помещении звук был такой что такое почему ты встаешь так быстро прибежал всего полгорода тогда давайте ребят с вами сгоняем машину починим машину починим и да и все в принципе тогда закончим серию на эту потому что получается уже очень очень длинная серия например уже записываю часа полтора больше скорее всего просто я думаю ты не увидишь половины потому что я поврезаю клубаса продается за 12 долларов ну да наверное 12 долларов за счет того что это продукт содержание холодильного за него больше получается прибыль потому что 120 долларов за короче получается 90 наверно и так и есть 70 не помню за сколько я покупал колбасу за 30 или 50 он еще и масло покупает то есть я понял 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 почему так дорого оказалось тогда все тогда беру свои слова назад 350 за масло и за починку это не так уж и много просто учитывая что масло у меня было достаточно не так уж мало как поломки машины обидно получилось а так это нормально 180 йогурт стоил за 250 продается 10 штук ну да да 70 долларов так и получается чем можем купить сейчас ничего соковыжималку мы купили уже за 250 следовательно кофемашина будет следующей серии а сейчас давайте мы сохранимся и попрощаемся всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь видео с друзьями комментируйте всем до встречи в новых видео всем пока всем пока